Проблема сохранения и исследования памятников археологии на территории Ульяновской области по-прежнему острая. Так утверждает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и культуры региона Юрий Симыкин, с которым мы встретились в Музее археологии Симбирского края. Большинство из памятников археологии ежегодно подвергаются разрушительному воздействию природных и антропогенных факторов. Противостоять разрушению возможно только путем консервации и музеификации археологических памятников. Более серьезная проблема – это так называемое археологическое браконьерство, а также разрушение объектов в процессе строительства, хозяйственного освоения территорий. Памятников археологии Ульяновской области достаточно много. Еще в 92-м году по итогам инвентаризации на учет было поставлено более 700 памятников, недвижимых памятников археологии. Многие под памятником понимают что-то вроде обелиска или статуи конкретного лица. Однако памятники археологии неявно заметны, многие скрыты в том числе под землей. Памятник археологии – это материальный объект, который хранит в себе информацию о жизни древних и средневековых людей. Это места жизни человека, поселения разных эпох, начиная от пещерных стоянок, палеолита, открытых стоянок. И поселения, по сути дела, в археологии завершаются уже такими развитыми памятниками, местами жизни человека, как города. Также к памятникам относятся различные места захоронений на территории нашей Ульяновской области и самого города Ульяновска. Впервые человеческие захоронения на этом месте были обнаружены в 1969 году, когда шло благоустройство этой территории. Доцент Ульяновского педагогического института Григорий Буров определил их как мусульманские. Захоронения напомнили о себе в 2009 году. Тогда шла реставрация фундамента Ульяновской областной научной библиотеки. Экскаватор, копавший траншею вдоль фундамента, наткнулся на три захоронения. Дальнейшую работу проводил доцент ОЛГПУ Юрий Анатольевич Симыкин вместе с группой студентов исторического факультета. Проведенные археологические исследования экспедиции ОЛГПУ позволили получить новые данные по средневековой истории нашего города. Сегодня на месте могильника IX-XI веков у западной стены библиотеки установлен памятный знак. На нем указано, что данное место является памятником федерального значения. Археологические изыскания на территории современного Ульяновска начались еще в 1877-78 годах студентам Казанского университета Чугуновым, раскопавшим на Старом Венце обширный мордовский могильник, датируемый домонгольским периодом. В конце 80-х годов XX века на этом месте были выстроены корпуса общежития Педагогического университета, по-видимому, окончательно уничтоживших остатки могильника. С конца 1990-х годов до настоящего времени систематические исследования на строящихся объектах в исторической части города проводят ульяновские археологи Александр Вискалин и Юрий Симыкин. Раскопки на месте разрушенного в советское время Спасского женского монастыря Юрий Симыкин возглавлял дважды – в 1998 году и в 2006 году. Тогда были найдены остатки монастырских помещений. Сегодня на месте остатков фундаментов келей и других старинных сооружений возвышается торговый центр на Дворцовый 4, который безжалостно вторгся на монастырскую территорию. К сожалению, границы охранной исторической зоны монастыря были определены гораздо позже, спустя почти 10 лет после возведения торгового центра. Напомним, Спасский женский девичий монастырь, основанный по одним данным одновременно Симбирской крепостью в 1648 году, по другим ранее 1640 года, располагался северо-западнее Кремля в современных границах улиц Дворцовой на севере, Спасский на востоке, Верхнечебоксарской, ныне улицы Бебеля на юге и Полицейского переулка, ныне переулка Пожарный, на западе. В 2017 году монастырь вновь был открыт и теперь активно восстанавливается. В результате обследования многочисленных строительных площадок Вискалиным и Симукиным было обнаружено несколько фрагментов разновременных культурных отложений, сконцентрированных в районе улиц Радищева, Рылеева, Гончарова, Корюкина, Северный Венец, Красноармейская, в Ленинском районе города Ульяновска. Здесь, на улице Гончарова, на территории домов 29 и 31, в 2001 и 2004 годах, когда началось строительство торговых центров, археолог Александр Вискалин обнаружил остатки древней охотничьей стоянки, периода позднего палеолита, раннего мезолита, возрастом примерно 10 тысяч лет. Тогда археолог Александр Вискалин в котлованах выявил множество кремневых находок. Судя по зоне их рассеивания, стоянка занимала значительную площадь. В те же годы на стоянке были проведены раскопки на площади в 24 квадратных метра. Было найдено около двух десятков расколотого кремня позднего палеолита. По словам Юрия Симыкина, древние люди выбрали это место не случайно. А здесь же протекала речка Малая Симбирка по берегам. Речка – это водопой для животных, а животные – это копытные какие-то, на них и охотились. Наша территория Ульяновской области, как мы знаем, в ледниковый период ледником не была покрыта. Это была холодная степь, где паслись, ну, по крайней мере, несколько десятков памятников, известно, с находками костей мамонтовой фауны. Мамонтовая фауна. Мамонты бродили и на левом берегу Волги. Вот там, где река Кама впадает в Волгу. Как утверждает археолог, случайно выявленная стоянка древних людей, несомненно, является очень ценной. Таким образом, мы можем точно сказать, что Ульяновск входит в зону проживания палеолитического населения древнего каменного века. По словам археолога, это самая проблемная эпоха на территории Ульяновской области, малоизученная. По данным археологии, заселение Среднего Поволжья произошло в эпоху Среднего Палеолита, то есть примерно около ста тысяч лет назад. Хотя материалы известны, есть памятники, по сути дела, мусерского человека, остатки антропологические, то есть костные останки этого человека, найдены на Ундоровском острове еще в довоенные годы. Некоторые находки древнего человека хранятся в Краеведческом музее, в зале природы. По идее, это археологический материал, но в это время человек еще был очень близок к природе, и, может быть, это оправдано. К сожалению, в Ульяновске нередко строили и благоустраивали города без предварительных археологических изысканий. Примером тому служит строительство театрального сквера, когда экскаватор случайно наткнулся на старинную кирпичную кладку здания Старого Симбирска. В результате на несколько месяцев строительство сквера затянулось. После завершения археологических исследований в проектно-сметную документацию были внесены изменения, предусматривающие сохранение найденного фундамента. Также в рамках дальнейшего благоустройства здесь создали стилизованную под старину кирпичную кладку с информационной табличкой, сообщающей о нахождении на этом месте фрагмента рва Симбирской крепости XVII века и цокольного этажа винного магазина с подвалом XVIII века. Благодаря этой находке археологи теперь могут выстроить общие направления Симбирской засечной черты. А выявленный цокольный этаж винного магазина содержал материалы XVIII – начала XIX веков, и они являются сохранившимся источником изучения материальной культуры Симбирска. В этом году вступил в силу новый порядок проведения археологических работ перед строительством. Теперь специалистам еще реже будет дозволено проводить археологические изыскания перед строительством объектов. Как пишет официальный печатный орган правительства Российской Федерации, он упрощает и ускоряет возведение зданий. Новшества представляют неоправданное ослабление археологического контроля, увеличивают риск утраты археологических объектов.